добрый день сегодняшняя лекция называется серватан серватана это духовая трубка которую используют коренные народы амазонии и реноки этимологии этого слова скорее всего кроется не в этой части света а в азии дело все в том что это условное обозначение обобщенное обозначение духовой трубки которую используют различные этнические группы в новом свете и скорее всего этимология слова серватана следует ее искать и происхождение в юго-восточной азии когда португальцы осваивали колонизировали этот район здесь точно также у различных народов в быту была духовая трубка которую португальцы как раз и назвали серватана скорее всего это исковерканное произношение слова из арабского языка которая скорее всего звучал как сербатана или какие-то другие варианты когда португальцы высадились в бразилии на побережье бразилии и пошли в глубь этой страны они увидели что люди проживающие в этом части света точно также используют такое оружие естественно поскольку они не знали как она называется плохо были знакомы с местными языками они окрестили и и точно также назвали серватана то что они увидели на в малайском архипелаге в азии в южной америке на территории амазонии духовая трубка используется не во всех районах основная район где используется это оружие это западная амазония северо-западной амазонии отчасти районы к югу от амазонки и достаточно распространена духовая трубка к северу от амазонки здесь это оружие имеет несколько иное название как правило в языке каждой этнической группы для обозначения духовой трубки серватаны имеется свое специфическое слово но в качестве лингва франка здесь используется встречаются два слова батакера и пукуна считается что слово батакера этимология опять-таки не ясна а вот пукуна скорее всего это некое обобщенное название духовой трубки которая использовалась на западе амазонии на крайнем западе амазонии где сильно влияние языка кичу скорее всего это опять-таки некоторая трансформация различных слов которые ранее бытовали но сейчас пукуна под пукуны подразумевает духовую трубку в более распространенном звучание на слуху на слово серватана серватану широко используют этнические группы проживающие на западе амазонии это хиваро различные группы и подразделения также в северо-западной амазонии такие народы как к примеру барасану или юкуна дальше на север мы увидим серватану у пиарора или хоть и уекуана и целый ряд других народов разбросанных на огромной территории амазонии у нас есть в распоряжении один из образцов серватаны для изготовления серватана используется природный материал которые различные этнические группы могут найти в районе своего проживания как правило серватана изготавливается из специального вида тростника либо другой вариант она может быть изготовлена из двух половинок твердого дерева это более трудоемкая более сложные технологии поскольку подразумевает что человек который изготавливать серватану проделывать желобок в двух частях дерева соответственно этот желобок должен быть очень ровным выверенным до последнего миллиметра чтобы стрелка которая будет проходить по этому коридору соответственно шла прямо для этого две части такого дерева склеиваются и плотно перевязываются в нескольких местах получается в общем-то очень тяжелая но идеальная по форме духовая трубка другой вариант как искал этот тростник который растет в определенных местах и это всегда ценный продукт поскольку для изготовления серватаны нужен очень прямой очень характерный тростник обратите внимание что моих руках образец изготовлена именно из двух видов тростника один внешний корпус это более имеет более большой объем и как вы видите на конце здесь выходит более тонкий тростник который соединен с помощью пчелиного воска с основной частью это более легкая вариация духовой трубки и серватана может достигать в длину до трех метров даже немного более поэтому когда такая серватана изготовлена из дерева мы должны с вами понимать чтобы ощутить выстрел тот человек который обращается с этим оружием должен иметь навык и тренировку с детства поэтому мальчики очень часто в деревнях тренируются как раз таки у меня была в руках детская серватана дело все в том чтобы держать ее правильно в руках вы не удержите полностью в ровном горизонтальном положении всегда тело должно находиться и трубка под определенным углом соответственно требуется тренировка не только удержать в руках это оружие но и произвести выстрел который естественно должен быть точным я не могу сказать использовались ли в прежние времена серватана в качестве оружия в военных стычках очевидно наверное какие-то случаи были но в принципе серватана это оружие для охоты дело все в том каким образом вы можете поразить цель дичь которая находится в поле зрения охотника идущего серватаны по лесу как правило серватаны охотятся на мелкую дичь это обезьяны птицы различных видов и величины для того чтобы произвести выстрел из серватаны требуется изготовить дротики стрелки дротики я не знаю как их правильно называть дротики имеют длину около 25-35 сантиметров и весьма характерное занятие мужчин которые используют серватану в практическом быту в жизни это по сути постоянное выстругивание этих стрелок и изготавливаются они из черенка листа пальмы поэтому они получаются легкие очень тонкие но чтобы выстрелить из серватаны недостаточно только одной стрелки и поразить цель обратите внимание что примерно в 3-4 сантиметрах от края незаостренного края стороны стрелки находится назовем его пыш пыш изготавливается из природного материала капока капок это ну если в простонародье природных хлопок если хотите но капок на самом деле специфический материал это характерная природная вата до консистенция которая находится в плодах дерева сейба поэтому это тоже очень ценный продукт из него наматывается пыш усилием пальца вы скручиваете очень плотный комочек который в конечном итоге должен явиться уплотнением для той части которую будет дуть охотник цель добыча поражается не за счет убойной силы такого не смотрит не замысловатого до оружия стрелки все дело в хитрости которые применяют коренные народы амазонии и хитрость это заключается в природных ядах наверняка вы слышали такое слово как курара это общеупотребимое слово для обозначения группы растительных ядов которые изготавливаются в этом регионе по сути дела лингва франка которая на своем опыте я убедился понятно многим этническим группам и смысл в том что на кончике такой стрелки находится яд если вам видно то на этой стрелке есть черная краска это не краска как раз таки затвердевший яд курары и курары очень важный продукт который изготавливает шаман общины деревни знаток который знает полезные свойства необходимые свойства растений поэтому когда заканчивается курары возникает потребность изготовить новую порцию яда к шаману обращаются за этим мужчины и под определенные ритуальные действия речитативы шаман варит я я творится в горшочке в котелке и после того как он томился на медленном огне он приобретает такой темно-темно коричневый густой цвет после чего эти стрелки вмокают в этот яд и над жаром костра костровища он в конечном итоге затвердевает в чем заключается мощь серватана если хотите для того чтобы поразить добычу охотнику не надо применять много усилий достаточно чтобы эта стрелка попала в тело обезьяны или птицы и действие курары заключается в том что он парализует дыхательную систему блокирует диафрагму и жертва как вы понимаете не получает отравление по сути дела задыхается и таким образом очень часто задают вопросы можно ли есть людям в том виде когда этот яд попал в кровь жертва потом прошел термическую обработку совершенно нет никакого страха боязни соответственно человеку охотнику погибнуть гораздо страшнее если такой человек случайно оцарапается поэтому оцарапается кожу яд попадет в кровь к вопросу о характере добычи на которую охотятся с помощью серватаны если вы применили серватану по отношению к тапиру или пекаре крупному животному ну вероятно если вы попали куда-то в кровеносный сосуд эффект примерно будет такой же но скорее всего вряд ли охотник сможет пробить кожу этого животного и впустую будет израсходовано ценный яд усилия в том числе и достаточно трудоемкое передвижение по тропическому лесу с длинные серватаны чтобы избежать попадания яда в кровь охотник имеет определенный предмет назовем футляр в котором всегда хранится набор изготовленных им заранее стрелок для серватана как это хранится это полое колено бамбука которое учено с двух сторон тут есть ниша здесь есть ниша и опасные острия мы кладем как раз таки охотник убирает в этот футляр чтобы они плотно находились не выпадали используется также определенная заглушка с помощью растяжки соответственно эти стрелки плотно лежат футляре чтобы перемещаться по лесу и производить выстрел охотник этот футляр одевает как правило на шею может запрокидывать сзади на спину закидывать либо находиться это на плече соответственно руки для выстрела для передвижения по лесу у него остаются свободны для чего нужна нижняя часть ответ простой здесь хранится капок поэтому всегда в заготовках мы можем найти у охотников в тропическом лесу амазонки как правило готовые стрелки на случай если добыча появится неожиданно либо целый запас таких стрелок которые он быстро приготовят с пыжом для выстрела хитрость заключается не только в смертоносном действии курары но и в том чтобы как искал этот яд остался в теле добычи чтобы это произошло как правило охотник имеет собой при передвижении по лесу какие-то острые предметы это могут быть либо обломки мачете кусочек железа но чаще это бывает часть зубов пираньи очень острых для чего это необходимо с помощью этих зубов он подпиливает кончик этой стрелки таким образом как вы понимаете усиливается поражающее свойство этого предмета оружие выдуваемого из серватаны когда жертва захочет избавиться от этой стрелки яд кончик стрелки отломится и я достается наверняка в крови жертва чтобы произвести выстрел выстрел из серватаны нужна тренировка тренировка не только физическая для подъема этого оружия под определенным углом но в том числе и хорошие легкие поэтому чтобы сделать правильный выстрел на серватане всегда находится мундштук как правило вычет выточенной под форму губ рта которые к нему будут приложены в момент выстрела мы с вами можем попробовать произвести такой выстрел но поверьте чтобы быть точным чтобы поражать цель в долю секунду требуются тренировки и как я сказал для этого навык необходимо воспитывать с детства сам выстрел из серватаны производится примерно на расстояние стрелка летит на расстояние до 20-25 метров собственно говоря больших расстояний не требуется охота серватаны это тихая охота бесшумная когда охотник должен снизу как правило снизу увидеть жертву находящиеся на ветвях дерева это птица или обезьяна после чего он поднимает серватану и производит выстрел другая важная часть которая находится на серватане это мушка или возможность дополнительная возможность осуществить точный выстрел на этой серватане мы видим остатки пчелиного воска но как правило пчелиный воск используется для того чтобы сделать небольшой нарост и часто к этому наросту приклеивают также зуб агути это весьма характерный зуб резец который позволяет очень четко и навести серватану на цель такое как вы видите казалось бы незамысловатое оружие как трубка обычная трубка с которой порой мальчишки у нас играют в детстве в амазонии превращается в грозное оружие которое имеет различные типы формы и варианты изготовления у различных этнических групп поживущих на значительных расстояниях всегда важно знать детали и когда мы понимаем детали эстетики которые связаны с изготовлением стрелок футляра или самой непосредственно трубки то мы с вами можем получить неподдельный восторг о чем я говорю даже пыш который находится на кончике такой стрелки у разных этнических групп он сворачивается по разным к примеру в своих руках я держу стрелки от серватаны народ охоте которые имеют если вы присмотритесь конусовидную форму у народа варане такие пыжи сворачиваются в виде шарика а у народа юкуна на востоке колумбии к примеру это продалковатый пыш те же хоть и могут перетянуть такой пыш тончайшими ниточками из растительных материалов что лишь уплотняет и повышает эффективность данного оружия я хотел бы обратить ваше внимание что серватана весьма распространенное универсальное оружие как я сказал не только на территории южной америки амазонии но и духовую трубку мы можем встретить у коренных народов в других частях латинской америки центральной америки и даже на юге соединенных штатов встречается серватана в традиционной культуре у коренных народов региона на этом я пожалуй хотел завершить эту лекцию и рекомендую вам прочитать статью о серватане на сайте большой российской энциклопедии